Сегодня прошла только торжественная часть. На место службы ребята отправятся завтра. Кстати, изменился и маршрут доставки солдат до подразделения. Раньше в Севастополе и Саратово рядовых везли на поезде. В этом году сначала до Москвы, а оттуда на самолете в Крым. Все из-за конфликта на Украине. Кстати, о нем запрещено говорить и так называемым покупателям, это сержантам, которые приехали за призывниками, и самим призывникам, и дембелям, которые вернулись с присоединенного полуострова позавчера. Последние пожелали новобранцам удачи и терпения. Больших трудов, конечно, стоит, бывает тяжело. Просто все перенести на плечах, и все будет хорошо. Верить и знать, что дома тебя ждут родные, близкие, что есть ради кого все это делать. То, что не просто так ты живешь год за забором, а ты отдаешь долг Родине. Я хочу набрать хорошую физическую форму, заняться армейским рукопашным боем, постараться всех видов оружия, если надо будет защищать Родину. От нашего региона отправится служить в морской пехоте 60 человек. Завтра уйдет первая партия, 11 солдат. Кстати, все они уже не будут выполнять боевые задачи. Солдаты займутся подсобными работами. Основные должности, определяющие боеспособность воинских частей, они укомплектовываются военнослужащими по контракту. И поэтому для военнослужащих по призыву остаются должностя, которые, скажем так, по обеспечению. То есть это рота материального обеспечения, это водители. До конца весеннего призыва осталось меньше месяца. От Саратова отдавать долг Родине поедут 3000 человек. На данный момент уже в армии служат почти три четверти. Ирина. Продолжение следует...